Национальный совет по электронным СМИ оштрафовал портал ТВНЕТ на 8,5 тысяч евро. Дело в том, что в прямом эфире передачи ТВНЕТ «Кто вам платит?» прозвучало слово «депортация». Его озвучил гость программы, депутат Сейма от партии с табилитатой Алексей Росликов. Совет посчитал, что слово неуместно, а редакция допустила неточность. За что и наказали. На случившееся одно из первых публично отреагировала журналист Рыбалтика Инга Спринге. «Решение «Непл» в отношении ТВНЕТ я считаю цензурой. Однозначно. Это моё мнение. Я нисколько не сомневаюсь, что это цензура. Я считаю это чем-то крайне неприемлемым, особенно в такой стране, как Латвия». Сначала публично появилась информация, что слово «депортация» было использовано в неправильном контексте. Однако потом «Непл» заявил, что портал некорректно преподносит информацию и что виноваты журналисты. Якобы они не уточнили и не исправили сказанное депутатом. «Тогда у меня вопрос «Алло, Непл, где вы были раньше?» Потому что можно найти много случаев, когда, говоря о тех или иных событиях, вы не говорите правильным буквальным языком закона. Как журналист я скажу по своему опыту, вы никогда не думаете о каждом слове, которое используется. Поэтому я считаю, что это решение «Непл» – просто придирчивость. Часть своего рода русофобии, что они просто ищут возможность придраться. И я думаю, что это направлено именно против русскоязычных СМИ. Свою крайне негативную позицию о решении «Непл» выразила и Ассоциация журналистов, а также главный конкурент ТВНЕТ – портал «Делфи». Я посмотрел всю программу «За что такой штраф?». Мы видим, как совет пытается немного повернуть процесс вспять и сказать «Нет, нет, вы посмотрите это, прежде чем судить об этом должным образом». И мы посмотрели. И мы видим, что слово «депортация» здесь рассматривается очень узко. Это решение пытается наложить какие-то ограничения на то, как это слово может или не может быть использовано. Это абсолютно неприемлемо. В Ассоциации журналистов обеспокоены тем, что деятельность Совета по электронным СМИ работает против интересов латвийских СМИ и интересов латвийского общества. Они отправили письмо как самому Совету с просьбой отменить решение, так и в комиссию Сейма по правам человека и общественным делам. Депутатов просят оценить законность действий уже самого Совета. Решение «Неплп» оштрафовать ТВНЭД осудили и в Латвийском Совете по этике СМИ, назвав его несоразмерным. Мы видим, что есть политики, особенно средненационалистов, которые им очень симпатизируют то, что происходит в Польше и Венгрии. И мы видим, что просто судить за неправильное какое-то выражение, это уже какой-то шаг на путь Польши и Венгрии. И, конечно, то, что очень важно, не допускать, что так легко можно это делать. И, конечно, первый шаг надо сделать самим медиа, объединяясь и действительно начиная борьбу, чтобы у нас была свобода слова. Журналистская община в этом плане настолько едина, как никогда. И очень важно, насколько открыто мы будем говорить с политикой о той роли СМИ и СМИ в демократическом обществе, и насколько политики будут готовы это понять и принять. Это самый главный вопрос, если мы не хотим оказаться в ситуации в Венгрии. Юлия Бита, Инц, Иванс, Руселасем.